Оделся? Готов? Все, поедем кататься? Лерочек, охраняй дом, мы поедем Масиком. Нас послали за сметаной и за яйцами. Давай! Ну что ты? Ты едешь? Или остаешься? Ага, катай так. Масик передумывал кататься. Ну тут Лерик за нами увязался. Лерочек, ты как-то ни разу не ездил. Давай не будем. Знаешь как, не ездили на машинах, нечего и начинать. Лерик, уйди. А то сейчас вы выскочите оба. Иди давай. Иди, Леровчик. Иди сюда. Лерик провожает Марсика. Все, Марсик, пошли. Иди. Только боишься, конечно, что тут... Сюда. Все, Лерочек, стой там. Сюда. Лерик, не подходи близко. Ну смотри, обещай за курицами не гнаться. Марсик, машину быстрей. Марсик, быстрей машину. Бегом. Бегом. А вот машина поехала. Все. Сидеть. Сидеть. Это у меня напоминание, чтобы бензину заправить. Но бензину я уже залил, поэтому убрать надо. А то все спрашивают, говорят, у тебя что, изжога? Я говорю, нет, у меня плохая память. Ренни, от чего? От плохой памяти. Ну что? Давно ты не катался, Марсинчик. Да еще в такой красивой одежке. Ну что, поедем. Деловая колбаса. Ну я, конечно, не буду всю дорогу снимать, потому что мне надо на дорогу смотреть. Здесь по переулочку у нас как бы еще тут машин нету. И то видели, ворота открыл, и машина пошла. А он под нее побежал. А сейчас скользко. Резко не затормозишь. Обычно его на поводке в машине, ну чтобы он никуда не сорвался, тут поводка нет. Вот такая у нас погода. Снежок выпадает, к вечеру тает. Мягкий становится такой. Ну что? Посмотрим влево. Посмотрим вправо. Машин мало. А тут же с Миркиными родами Марсику времени мало уделяли. И все спрашивают, а где Марсик, где Марсик? Что-то его не видно. Вы что, его уволили что ли? Да нет, вот он Марсик. Просто, ну не до Марсика было, так скажем. И не до Жорика, и не до Лирика. Не до кого. Мирочка была на первом месте. Потом ее детишки. Ну а сейчас вот и Марсик дождался, что ему немножко послабушка прокатится со мной. А тут вот как раз у нас магазин. Возле нашего предприятия. Вот он. Наш импульс, металлик. Все, сидеть. Марсик, сидеть. Можешь за рулем посидеть. Не выходи. Все, пошел я в магазин. Купил сметанки. Девинчик. Машинчик. Едем назад. Вот оно наше предприятие. А вот он и Серега с Игорьком. На обед поехали. Вон они. Пошли. Они нас не видят. А мы их видим. Марсенчик, ну давай, где ты там сзади? Марсик. Марсик. Марсик, ты где сзади? А, вот он ты. Суеты, суеты. Столько впечатлений. Марсенчик, деловой ты какой. А радости будет столько. Это ему теперь на неделю впечатлений. Будет сейчас приедет рассказывать лирику. Жорику. Жорик сейчас на больничном. Мирочка. В декрете. Один лирик его может выслушать. Ну, лирик что, он пощелкает? Зубами скажет, да, меня не берут. Но он никогда и не стремился к этому. Никогда не проявлял тяги к машине. Один раз мы его взяли, так он скулил всю дорогу. И мы зареклись потом его брать. А Марсик нет. Он, видите какой, проявляет радость. Так, сейчас главное, чтобы он у нас не кинулся ни за кем. Потому что есть вероятность, что... Ну ладно, курицы по снегу не ходят, а вот кошки могут пробежать. Марсенчик, обещай, что никакие коты тебя не совратят. Все, подъехали к дому. Вот так. Сейчас переключаю камеру. Походи. И домой, и домой, быстро. Быстро домой. Марсик. Быстро. Никаких. И в стороны даже не смотри. Не смотри. А ты увидишь курицу. И будет мне потом... Все. Удачно съездили. Не попались нам никакие ни кубики. Ни кошки. Ни курицы. Лерочек. Он тебе все расскажет. Марсик. Слушай его рассказы. А я пошел. Сметану домой отнесу. Уж-ых-enf... Уж-ых-enf. Пошли!